Это, наверное, самое яркое событие в моей жизни. Это событие или эти события, она называет, три счастливых дня было у меня. Я поехал на рыбалку к себе на родину в Самару. В первый день я поймал крупную щуку, и она выплюнула очень крупную блесну изо рта, и мне попало в щеку этой блесной. То есть меня с рыбалкой увезли оперировать. Она мне пробила тройник, два крюка мне прорезли туда. Это был первый звонок, надо было удирать домой. На второй день мы поехали уже ночью лучить. Это, значит, со строгами, но это браконьерство, конечно, но очень такое азартное. Мы себе иногда позволяем. Это конец ноября, это Волга, представляете? Это плюс где-то 5-6 градусов, и мы тонем. Это ночь, соответственно. И нас чудом спасли просто. Мы бултыхались в воде где-то, наверное, минут 40. Обычно человек такое, наверное, не выдерживает. Ну, это как после Титаника, да, где-то там купаться. Так же, наверное. Ну, Господь уберет, нас вытащили. И вот тогда точно надо было уезжать. Но я все равно остался, чтобы сказать друзьям до свидания. И пошел в ресторан, где компания веселых ребят меня узнала. Сказала, о, здорово, Морозов. А потом направил на меня ствол. Большой черный пистолет. А я в оружии немножко понимаю. Я понимаю, что это не газовое, что тут серьезное. И он стреляет в меня. Вот. И вся жизнь промелькнула. Вот. Это правда, как в кино. Кадр за кадром. Оказалось, он не стрелял не в меня, а человек, который сидел передо мной. Вот. То есть, тогда я встал, расплатился и уехал из Самары. Сказал, что я больше сюда никогда не приеду. Вот три дня почему-то Господь меня предупреждал, чтобы я оттуда уезжал. Если бы я остался, было бы что-то, наверное, очень страшное. То есть, тут вроде бы и смешно, и не очень. Вот. А что средний человек встал, на которого стреляли? Ну, либо умер, либо вылетели. Потому что там все было в кровище. А китайский ресторан? Я китайцам говорю, вызывайте скорую помощь. А они кричат, говорят, нет, нас закроют. И эти ребята, которые его застрелили, они его под руки и вытащили куда-то в машину. Посадили, увезли. Чикаго. Чикаго.